Всем привет и добро пожаловать на канал Garnetch Live. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь водородными разработками. И у нас новый выпуск с Алексеем Михайловичем Ильинцом про эксперимент с водородом. Расскажите, пожалуйста. Сегодня мы более тщательно подготовились к нашему эксперименту, к нашему демонстрации. Я хочу более подробно объяснить принцип наших действий. Значит, стандартный электролизёр, который подсоединён через сопротивление к источнику питания. Сопротивление нужно для того, чтобы не было скачков потоков. Основная задача, с которой мы сейчас стоим, это проверить законы Фарадея. У нас есть некоторые подозрения в предыдущих наших исследованиях, не касающихся электролизёра, что мы немножко изменяем термодинамику процесса. Но это немножко попозже мы коснёмся. А сейчас мы измеряем тока, эффект по току. Поэтому какую энергию мы тратим на этот процесс, нас пока не интересует. Это в дальнейшем уже будет задача стоять. А сейчас на притоке, это 1,5 А, и напряжение на электролизёре около 1,6 В, мы будем измерять количество получаемого водорода и кислорода. На электролизёре отдельно есть выход на кислород сзади. Здесь выход водорода. Мы водород пропускаем через сосуд, который предохраняет попадание щёлочи в линию. И здесь происходит соединение водорода и кислорода, который подаётся на бутыль Вульфа. Значит, бутыль Вульф в данном случае заполнена практически до конца. И чтобы измерить количество выделяемого газа, в данном случае мы будем измерять объём выделяемого газа Брауна, мы что делаем? Да, газ Брауна попадает в этот объём между выходом в атмосферу и жидкостью, водой заполненной бутыль Вульфа. Значит, в данном случае, я говорю, газ Брауна выходит в атмосферу. Что мы делаем? Мы перезакрываем бутыль Вульфа тубом. И в этом случае, значит, подаваемый газ начинает давить на воду и вытеснять воду в туб. Но так как у нас сейчас стоит задача основная, это измерение при пониженном давлении, мы стравливаем воду. Игорь, покажите, пожалуйста. До максимального предела. И добиваемся, значит, чтобы количество выделяемого газа совпадало с количеством вытесленной воды. И по объёму вытесленной воды мы будем определять, какое количество газа выделилось. В данном случае мы пока сливаем это в контрольный, не в контрольный, а предварительно в объём отдельно. Теперь, значит, для того, чтобы определить, мы включаем время фиксирования, сейчас одну секундочку, я сейчас чё-то настрою, по двум секундомерам будем. Значит, смотрите, что я делаю. Давайте я уберу, чтобы это не мешало. Значит, я пережимаю трубку, которая сначала тут здесь стравливается в первый сосуд. Теперь пережимаю трубку, включая секундомер, и поток переводим на второй сосуд, в который мы будем измерять объём вытесенной жидкости. Ну и для контроля, для визуализации, чтобы не потерять время, мы включаем и второй электронный секундомер. Смотрим, да, теперь смотрите, что происходит. Значит, напряжение на клеммах, как всегда, мы уже стандартно где-то 1,6 А, ток мы поддерживаем на величину 1,5 А. Постоянно его контролируем. Тут достаточно стабильно, благодаря подсоединённому последовательно сопротивлению к электролизёру. Ну и смотрим, какое количество будет выделяться. Что, да, и измеряем ещё температуру, фиксируем температуру, которая электролиз происходит. 30 и 2 десятых. Или 1 десятая. Так. Ну и по секундомеру смотрим время. На что хотел бы особо обратить внимание. Значит, сейчас мы практически полностью открыли кран слива воды электролизёра. Но благодаря тому, что у нас тут система сейчас замкнута, то есть объём давления, где находится в сосуде Вольфа и давление в сосуде электролизёре абсолютно одинаково. То есть это одна система ставит. Она динамична равновесием. Значит, при всём том, что мы практически полностью открыли слив, но благодаря тому, что тут существует пониженное давление, этот слив не полностью происходит, а только вот благодаря динамическому равновесию. Стабильно держится уровень воды в тубе. И давление, которое, разряжённое давление, составляет примерно... 23,5. 23,5 сантиметра. 235 миллиметров. Вот. Значит, вот всё это достаточно стабильно идёт. Благодаря тому, что мы полностью устранили всевозможные утечки в этой системе, то есть у нас замкнутая система, которая полностью изолирована, и поддерживается разряжённое давление минус 23,5-25 сантиметров водяного столба. Ну и ждём 10 минут, которые у нас зафиксированы. Пока время идёт. Да, сейчас, секундочку. И теперь, что я хочу ещё сказать. Значит, теоретически, при той температуре, которая вот сейчас у нас идёт электролиз, это 30,2, и пониженном давлении 20... Ну, я взял округление 25 сантиметров, у нас теоретически должно получиться где-то 178 миллилитров газа Брауна. Это расчёт теоретический. Посмотрим, какое количество сейчас за 10... Да, это за 10 минут. 178 миллилитров за 10 минут. Посмотрим, какое количество сейчас мы получим при разряжённом давлении, и ещё не только при разряжённом давлении, но и при воздействии с помощью разработанной мной технологии обменных резонансных взаимодействий. То есть, идёт сейчас воздействие не только пониженного атмосферного давления, но и воздействие при технологии обменных резонансных взаимодействий. Но об этом немножко попозже, а сейчас мы просто фиксируем результаты, которые даются при этой демонстрации. Ну и где-то через за 2 минуты до окончания демонстрации мы включим заново наши... Нет, давайте не будем заключать. Давайте прямо в процессе. Давайте пообщаемся с людьми, которые нас смотрят, и просто объясним какие-то, может быть, моменты. Во-первых, те, кто не подписан на канал, или чисто случайно сейчас увидели ролик, на канале уже есть ряд экспериментов, в том числе с Алексеем Михайловичем и без него, где непосредственно мы производили замер. За 10 минут производительность при определённом токе, производительность установки. И это на самом деле будет цикл. Он уже, наверное, цикл выпусков, но и это не последнее видео, где мы непосредственно воздействие, получается, с помощью технологии Алексея Михайловича, пытаемся увеличить выход газоводорода. Да, здесь цифры, конечно, не такие большие. То есть, мы тут не литрами и килограммами производим. Но это всё-таки условия нашей небольшой мастерской, где мы непосредственно и пытаемся это всё дело для вас показать. Ну, я могу сказать следующее. Это лабораторный эксперимент. Достаточно при тех условиях, которые мы проводим, он достаточно точен. То есть, здесь мы замеряем абсолютно точно, ну, не абсолютно точно, но где-то до 1 мл. Мы можем измерить объём вытесленной воды. Вытесленная вода, я говорю, снова повторяю, вот она поступает в закрытый объём, давит на уровень воды в газе Брауна, это давление даже передаётся в туб. Туб должен, как говорится, в тубе должна вода подниматься, благодаря повышенному давлению в этом промежутке. Но, сливая воду, мы добиваемся абсолютно одинакового уровня. Неизменного. То есть, если посмотрите, столбик вот у той трубочки, он стабилен. Да, вот время, всё время, я говорю, и он всё время стабилен. Вот, и если бы система была бы как-то не герметична, то тогда при открытии полностью крана вода бы сливалась гораздо быстрее, и у нас был бы подсос через туб воздуха. А тут, благодаря тому, что система герметична, мы поддерживаем стабильное пониженное давление, подчёркиваю, совершенно минимальное, 23,5 водяного столба. Это просто мизерное понижение. Но температура мы будем сейчас фиксировать. Температура где-то 30,3. И, имея постоянный ток, мы фиксируем, какое количество кулона пройдёт через электролизёр. И уже по закону Фарадея мы зафиксировали, достаточно чётко, где-то 178 миллилитров газа Брауна. Вот сейчас посмотрим, что получим на данном случае конкретном эксперименте. Да, если вдруг там кто-то со своими расчётами, пишите в комментариях. Может быть, вы видите здесь какую-то ошибку, или ещё что-то такое. Обязательно делитесь в комментариях. Очень интересное мнение. Мы с Алексеем Михайловичем всё читаем. И у нас уже время подходит к концу. Осталась минута с небольшим. То есть, Игорь, вы тогда зафиксируете, что у нас... Да, но смотрите, вот это время, и достаточно стабильно уровень воды в тубе. Да, если предыдущие ролики откроете, то вы увидите, что на них приходилось вот этим краникам регулировать давление, для того, чтобы оно держалось довольно чётко уровень. И вот ту меточку чёрную мы как раз до этого и изобразили, чтобы контролировать. А теперь всё из-за того, что мы полностью всю систему смогли сделать герметичной, и никаких подсосов со стороны нет. И отсосов тоже. Да, совершенно верно. У нас при открытом кране давление держится стабильное, высота столба не меняется. И у нас, друзья, подходит уже десятая минута. И вот сейчас вы увидите, как Алексей Михайлович одновременно закрывает кран и останавливает секундомер. И вот смотрите, я перекрыл это, и вот как начинает подниматься вода в тубе. То есть, и в воде некуда вытекать, и она начинает давить, и вот столб начинает расти. Ну, чтобы там не нарушить наш резонанс, мы снимаем это и смотрим, какое количество воды в тубе. А вы эти... сразу здесь. Так. Вот. Где-то 190... Сейчас смотрите. Сейчас сфокусируюсь. 192-193. Вот уровень лица. Чуть-чуть больше 191. Ну, 191 пускай даже. Так. А по Фарадею должно быть? 178. То есть, 191. То есть, если я не ошибаюсь, в принципе, мы сегодня уже не первый эксперимент проводим. Где-то 7,8. 7,8. Ну, ближе к 8 процентам. То есть, увеличение выхода. С точки зрения классической физики, стандартной классической физики, это нонсенс. Потому что 8 процентов при таком изменении, ну, как-то, в общем-то, обойти это невозможно. А если высота столба будет, ну, метр? Ну, на самом-то деле... Ваше предположение? Ну, будет большее значение. Потому что при разрежении... Да, смотрите. Ведь мы 178 это при том же самом разрежении. Классическое. Значит, смотрите. Я думаю, что здесь добавилось с 22 сантиметров водяного столба мы увеличили на 7,8. То, ну, если сделать бутыль Вольфа типа полутора-двух метров и увеличение вот этого изменения в уровне столба ну, где-то, ну, метр хотя бы, там должны быть какие-то более интересные результаты. То есть, даже не 10 процентов больше? Ну, я думаю, что должно быть больше получить. Вот. Но это уже несколько уже наше предположение которое, может быть, дай бог реализуется. Но на данном этапе это вот такой результат. Ну, а какая почему у меня надежда получения вот этих результатов? Ну, это в моих предыдущих экспериментах когда я работал с нефтепереработкой то очень интересный факт. зафиксировали это никаких не лабораторных а на нефтеперерабатывающих заводах на трёх на трёх нефтеперерабатывающих заводах значит мы понижали температуру окисления гудрона в реке этой самой в колоннах по получению дорожного битума до на 30 градусов при эксперименте тоже промышленном производительность установки терялась где-то в 2-2,5 раза понижалась производительность но это совпадает с термодинамикой потому что при более низких температурах процесс окисления идёт гораздо медленнее в нашем же случае вот этот процесс окисления гудрона совершенно не уменьшался и при этом я говорю при более низкой температуре окисления получали высококачественные битумы ну вот в промышленных как говорится результатах мы это не можем показать но это просто как аналогия того что мы здесь должны тоже получить какие-то очень интересные результаты ну всё пока спасибо вам за просмотр я думаю это не последний ролик и всего доброго